Добрый день, уважаемые зрители, русский мир, люди страны Яровид Гор, ведущие программы. И сегодня мы поговорим с вами о Франции. И моим гостем стал французский историк российского происхождения Ксави Моро, специалист по России нового времени и глава Центра стратегических исследований Стратпол, пишет на французском языке аналитику для Европы. С господином Моро я познакомился, когда он рассказывал о своей книге «Украина. В чем ошиблась Франция». Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что в своей области интересов вы выбрали историю России? Ну, я уже давно живу в России, 70 лет назад я переехал, но раньше я уже работал, когда я был в школе офицера, я уже писал первая маленькая, как называется там, диссертацию, ну, более мемуары на французском языке. Это было по поводу советских и югославских отношений. Вот это момент, когда Тито и Сталин стали конфликтоваться. И потом, ну, всегда меня интересовал русский мир, как вы говорите. И когда были возможности переехать в Россию, я сразу там летел и уже здесь создал свои жизни, можно сказать. Вы не жалеете о вашем выборе? Для многих европейцев ваш выбор, наверное, очень странный. Говорят, наверное, спрашивают. Вы не сошли ли с ума приехать в такую тоталитарную страну, где там медведи ходят по улицам и все такое? 17 лет назад, когда я сдал этот выбор, люди были очень удивлены, думали, что да, я с ума сошел. Но сейчас уже другая история. И много там, наоборот, спрашивают, как можно там переехать в Россию, получить гражданство и так далее. Поэтому, да, 70 лет назад это было что-то достаточно странное, но сейчас это наоборот. Я не буду говорить, что это модное, но это уже популярное. Проснулся интерес к России? Да. Из-за чего? Ну, из-за того, что есть чувствование, что здесь решает вопрос мира. И хорошее правительство, хороший президент, надо правильно сказать, что если, например, Путин не популярный в французских СМИ, французские населения, он очень популярный. Потому что Франция потерпит уже там давно, имеет слабые руководители. А сейчас, когда мы наблюдаем Россию, они ведут, что там сильный лидер и есть завис. И тоже там все, которые были возможны встретиться с русскими или путешествовать в отпуске в России, жить только недели или два, они сразу ведут, что это вообще в другой стране, чем их показывает в телеканалах. И есть желание остаться. А изучение русского языка, когда оно началось, и как вам давался русский язык? Насколько он сложен для француза? Это достаточно сложно. Грамматика сложная. Я чуть-чуть сам изучал, когда, ну, перед того, что я переехал в Россию, и потом я учил на улице. Я работал, и были только русские люди, которые на русском языке говорили. Поэтому выбора у меня не было, и я потихоньку стал говорить и работать на русском языке. Недавно нашему каналу давал интервью Тим Керби. Он сказал, что сложность русского языка – это миф. Русский язык, он не более сложный, например, чем английский. И доказательство тому, он приводил, что на английском языке многие люди говорят ужасно, несмотря на то, что учат его всю жизнь. Но все-таки русские считают, что русский язык – это сложный, и, может быть, даже немного гордятся этим. Какое ваше мнение? Этот миф, он справедливый, или русский язык, он не самый сложный? Ну, знаете, я тоже думаю, что французский язык – это сложный. Это зависит, если хотите говорить хорошо и очень хорошо, или просто там обсуждать. Я, например, знаю, что у меня грамматика ужасная, но люди более-менее понимают, что приятнее в России с русскими – это, что они стараются вас понимать, даже если видят эти ошибки. Поэтому, я думаю, что русский язык сложно, специально, если хотите говорить отлично. И, ну, не сложнее, чем французский язык, наверное. Но для меня, как француз, учить английский язык было проще, чем русский язык. И специально писать на русском языке – это достаточно сложно. Да, даже многие граждане России, закончившие школу, здесь пишут с ошибками, как места. Скажите, а какие наиболее сложные моменты были в изучении языка? Ну, я думаю, что писать на русском языке – это достаточно сложно. До сих пор у меня разные сложности. Читать я могу? А в произношении? По? А в произношении? Сложности с произношением какие-то особые? Звуки, сочетание звуков? Я не… Я не это не изучал. Я просто стараюсь повторить, что я слушаю. Поэтому я не могу… Интуитивно? Это вы должны мне сказать, если вы меня понимаете. Интуитивно? Да, интуитивно, да. Ну, если что, есть акценты, что надо… Вы просто повторяете за людей. Да, да. Кстати, я читал, что это один из очень эффективных способов. Специально читал книгу, что лучший способ учить язык – это смотреть видеоролики, носители языка. И просто их повторять, копировать во всем. А зачем смотреть? Это для того, чтобы копировать мимику. Потому что мимика и движение губ, и жестикуляция – это часть языка. И так легче учить, если учить все в комплексе. Ну, правильно, что я каждый день слушаю радио на русском языке. И даже когда я во Франции, потому что уровни нашей СМИ очень слабы, и я предпочитаю… Мне очень интереснее международные вопросы, а во Франции они очень мало это обсуждают. И поэтому, когда я хочу серьезной информации о международных проблемах, я иду на русский телеканал через интернет, который достаточно качественный, можно сказать. А те аналитические статьи, которые вы пишете о России, они востребованы? Кто их читает? Кому интересна ваша позиция, ваше мнение о том, что происходит здесь? Я думаю, что всегда есть французские населения, которые всегда будут интересовать, что происходит за границей. Были исследования, я помню, что, например, украинский кризис реально интересовали 13-15% французских населений. Но это 13% понимают и они знают, что наши СМИ обманывают, лгают и работают для иностранной власти, можно сказать. И поэтому эти люди ищут альтернативную информацию. И когда они, конечно, ищут, сейчас у нас интернет, что у нас не было раньше, и когда они найдут веб-сайт, который нравится, они начнут принять абонемент. Даже если пока у нас наш веб-сайт бесплатный, потихоньку там люди стараются быть, даже требуют, когда нет видеоролики, нет статьи, они отправят сообщение, что ну как, когда у нас будет после новостей по поводу Украины, по поводу России. Они понимают, что на французский официальный канал они ничего интересного не будут слышать. А французские СМИ обращаются к вам за аналитикой, за комментариями? Сначала да, потому что я как должностный бизнесмен. И сначала меня спросили, ну как бизнесмен, но я не могу говорить о бизнесе без говорить о политике, потому что это очень связано. И результат, что после парапрограммы они уже остановили меня пригласить, потому что они не хотят слышать, что я скажу по поводу санкций, например. Например, это ясно в России, что никто в России не хочет убрать санкции. Пока, потому что, например, для сельского производства это очень важно, что еще один-два года эта санкция будет продолжаться. Поэтому я стараюсь это объяснить французский, ну наш интернет-канал, я даже вице-министр на стране Франции, когда он был здесь, господин Фекель, я стараюсь объяснить, что вы хотите давить на Россию санкциями, которые их нравятся. Как хотите что-то давить, если русский сам, например, министр сельского производства Чатков, он сказал год назад, что нам нужно два года больше, еще два года санкции. Значит, что даже если думаете, что Россия неправильна, почему вы используете санкции, которые им нравятся? Во вред себе. Да, да. Ну, понимаете, что он не идиот, он это знает, но цель санкции это не давить на Россию, это создать искусственные железные цены между Россией и остальной Европой. Но, конечно, он не может это сказать. И даже можем доводить, что если завтра, например, если новый президент, который будет убирать санкции, если мы убираем санкции, тогда санкции больше не будет, и война на Украину остановится. Потому что есть люди, которые тратят большую сумму денег, чтобы держать войну на Украину, чтобы получить санкции. Но если санкций нет, зачем они будут тратить эти деньги? И тогда это будет конец конфликта на Украине. Потому что для русского населения это достаточно ясно. Но для Франции доступа для таких анализов нет, просто нет. И потому что это слишком, это идет против официальных выступлений, которые вы можете слышать от СМИ, от правительства, от вот этого, как называется, либеральный подход, можем сказать. Вы написали книгу «Украина, в чем ошибалась Франция». А почему вы выбрали для изучения тему Украины? Почему вам эта тема стала интересна более других тем? Всегда есть выбор. Ну, потому что я писал эту книгу, я писал много статей, и когда начинал процесс Майдана в ноябре 2013 году до конца 2015 года. И до сих пор я продолжаю снимать регулярные видеоролики и пишу статьи. И один из моих друзей, который тоже профессор в Сорбонне, мне сказал, что ты должен опубликовать, возьми все твои статьи и ты должен их опубликовать. Он скажет, что нет, я не ленив, я буду тогда писать книгу. И я даже стараюсь понимать, как вот этот украинский проект начинался. И я начинаю изучение с Владимира, украинца Владимира, который создал Россию, можем сказать, тысячи лет назад. И понимать, как это произошло. И это тоже меня интересовало, как я вам сказал, я тоже бизнесмен. И я тогда не понял, три года назад, почему Франция, у кого нет интереса на Украину. Для нас Украина, это страна, это может быть федерация, диктатура, демократия или вообще нет в стране, это нас не касается. Мы западная Европа, нас интересует иметь нормальное отношение с Россией, например. Зачем терпеть и потерпеть это плохое отношение с Россией за Украину? Что понимаете, что Германия хочет контролировать Центральную Европу и, значит, Украину? Я могу понимать, что они хотят конфликтовать с Россией по этому поводу. Польша хочет вернуться в Черное море, это уже не секрет, они даже это не скрывают. Но для француза, зачем нам нужны санкции? Как это произошло, что мы сделали эту ошибку? И тогда я старался анализировать и понимать, и, ну, были мои заключения, что мы жертва идеологической войны между Западом и Россией. Но эта война нас не касается. И мы сделали эту ошибку, потому что наши элиты ничего не знают о истории Украины, о истории России, и еще претендуют быть такой модель, такой премьер для всего мира. Скажите, пожалуйста, французы сейчас едут в Россию в качестве туристов, в качестве бизнесменов? Или, может быть, из-за санкций, из-за вот такого накала антироссийской пропаганды стали меньше ездить и меньше общаться, и меньше вести бизнес? Нет, я думаю, что туризм увеличается. Это было бы лучше, если у нас было бы без визосоглашение, которое должно было, если у нас не было бы вот этот украинский кризис, это почти поручили, что система без виза. Но до сих пор числа туризм увеличается, специально благодаря тому, что рубли стали дешевые. Это очень помогало. Ну вот, я 21 октября летел из Шарль-де-Голь, и с нами в самолете летело примерно 30 французских школьников возраста 15-17 лет. Я очень удивился этому. А еще больше удивился, когда пограничник со мной заговорил на русском языке. То есть, я был немножко шокирован. Ну, знаете, это тоже, надо понимать, что это тоже провал западной пропаганды. Они все, они курицотичны, как в США, как в Германии, оскорбили, обвинили Россию и Путина. На всем виноват Путин и Россия. Но во Франции это не работало. Конечно, наши СМИ, они уважают эту пропаганду без никакой критики. Но обычное население, они добрыли Россию, как дружественные страны. Скажите, пожалуйста, вы довольно давно в России, вам удалось, наверное, поездить немало. Верно? По России. Да, 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 я много участвовал в России. И нашим зрителям наверняка будет интересно узнать, какие города или места в России вас впечатлили, вам наибольшие? Более всего понравились? Ну, конечно, я очень люблю Москву. Очень люблю. Это такая столица, такая столица ампира. Я это чувствую, я живу на большой башне, там 31 этаж. Мне очень нравится наблюдать всю эту столицу ампира. Это, я очень люблю, есть такая сель, которая уйдет от этого города. Я очень люблю Москву. Я тоже, я в Санкт-Петербурге тоже очень мне нравится. Но меньше, чем Москва. Ну, потому что я в основном... Там холодно. Там холодно и дождь постоянно. Ну, конечно, красивый город и культурный, и мне интереснее тоже там быть. Я жил 18 месяцев своей жизни в Ульяновске тогда. Ну, что я вижу, это... Мне нравятся русские народы, реальные. Лучше знать язык, потому что, да, это специально в Провансе. Мало, которые говорят на английском и, конечно, на французском языке. Но жить с русскими людьми, это очень приятно. Это народ очень... Реально очень открыт. Когда они вас знают, они... И все их интересуют. И это я еще больше чувствовал, когда я жил в Ульяновске. Часто говорят за рубежом, что в России ксенофобы, что в России националисты, ну, что русские, в общем, не любят иностранцев. Хотя для меня это было очень странно слышать, потому что я, наоборот, вижу, что очень хорошо относятся к иностранцам, неважно откуда. Да, это точно. Я всегда это чувствовал. Но надо понимать, что для либералов, которые руководят идеологией Запада, если вы не говорите плохо о вашей стране, это значит, что вы ксенофобы. Например, чтобы не быть ксенофобом во Франции, я должен говорить, что Франция это стране ноль, что у нас ужасная история, что мы... Это как-то очень похоже на российскую либеральную... Это да, это уничтожает свои корни. То, что интеллектуальная элита, которая считает себя элитой, сама себя назначила, в России не занимаются именно этим. Они ругают страну, в которой живут, при этом не хотят никуда ехать. Ну, это называется постмодернизм. Для постмодерна нет корня у людей. Корни это может быть бренд ваших телефонов, это может быть, что... Вы даже поле можете менять. Это сейчас это проблема номер один во Франции. Это вот это постмодернизм. И это даже, мне кажется, это источник всех наших проблем. Потому что почему у нас проблемы, например, с исламизмом? Ну, потому что, когда вы ничего не хорошо не предлагаете, вот это поколение, которое мы говарили во Франции уже начинали, там, 40 лет назад, тогда они ищут что-нибудь. Если вы приехали в стране, в нашей стране, Франция, их все дали. Бесплатная медицина, социальный пакет, все дали. Но в этот момент их сказали, что нам всем виноват Франции, что мы колониалисты, что мы очень плохо себя видели. У нас, представьте, что у Франции 1500 лет истории. Это надо изучать. Есть мало стран, у кого есть такие, которые миллионарные нации. Есть Россия, есть Великобритания, есть Франция, из Китая, но не так много. А у нас есть. Мы должны это гордиться. Но во Франции, наоборот, я понимаю, что Франция, это было всегда ужасной стране, только думали убивать, воровать, и так далее, и так далее. Очень интересно, мне кажется, что Париж и Москва во многом похожи. Например, когда я в октябре был в Париже, я просто удивился, что типичных французов в центре Парижа почти не видно. Да. То есть, вокруг Эйфелевой башни почти нет белых людей. Там в основном представители Африки, негроидной расы, и представители какой-нибудь далекой Азии. В основном. Ну, конечно, я понимаю, что в других местах, наверное, не в туристических местах. Что же до Москвы? Тут тоже очень много мигрантов, в основном, из стран Средней Азии, из бывших республик. Но мне кажется, что атмосфера немножко другая. Атмосфера другая, потому что в России хозяин – это русский. А во Франции мы уже не хозяин нашей страны. но даже мне кажется, что важнее, чем цвет кожи, важно, что у людей есть мозги. Потому что можете быть черной кожей человек и себя чувствовать француза, себя чувствовать, как наследник 1500 лет истории. Я опять нахожу параллели. Тут в школах или не в школах, с телевизора, с центральных каналов тоже учат молодежь тому, что ваши предки были кровавой гибней, терроризировали весь мир, и что коммунисты – это почти то же самое, что немецкие нацисты. Зачем это вкладывается в умы молодого поколения, я не знаю. тоже зачем-то искусственно создается чувство вины перед миром за свою историю. Очень странно. Но удивляет, что то же самое происходит с ваших слов во Франции. Мне казалось, что это что-то местное, а оказывается нет. Я думаю, что в России это не будет работать. Я вам честно говорю, потому что сейчас Россия живет на победу во время Второй мировой войны. И когда вы потеряли 27 миллионов человек, чтобы воевать и выиграть против немецкого фашизма, никто не может вас оскорбить, вас унизить, как они сделали во Франции. Потому что Второй мировой войны мы проиграли. Немецкие армии очень хорошо воевали против нас и очень близко нас уничтожали. И даже если потом благодаря генералу Голм и вернулись, который выиграл эту войну, это Россия. это Советский Союз. И это тоже важно, почему они стараются это делать в России. Почему они это сделали, например, в Югославии против Сербии. Потому что я помню, когда был конфликт в Югославии, во Франции сказали, что Сербия это фашист. Но если знаете югославские истории, то знаете, что фашист он был на стороне Хавати или Босния. Но они манипулируют историю. И чтобы ну потому что сначала они хотят выиграть идут чешскую войну против России. Но тоже потому что эта элита они ленивы. Понимаете? С нами, с вами, со мной мы можем обсуждать любые человеческие вопросы. Мы будем работать, у нас будет аргумент. Есть тема, где мы не будем согласиться, но мы чисто будем стараться найти, что реально произошло. Если у нас что-то было плохо в истории, давай. у нас так много хороших, что мы можем ознакомить, что тогда мы сделали ошибки. Понимаете, вот постмодерны или либерали как называете Россия, они не хотят делать такую работу. Их нужен мир, где есть хорошо, где плохо. Хорошо это мы, а мы решаем, что плохо. И это тоже вопрос, что это демократия. Для России например, демократия это выбор. это имеет возможность выбирать свой президент, свой парламент и свой закон. Я всегда принимаю пример свадьба для геи. Если завтра сделаете референдум, 99% русских будут против свадьбы для геи. Значит, это демократические решения, потому что большинство выбирает против свадьбы для геи. Вопросов нет. Парламент тоже самый, президент тоже самый, во Франции тоже самый. А почему нам объяснили, что свадьба для геи это демократические ценности. Наоборот, даже если у нас большинство, которые против. Вот это большая разница. Для вас, для русских, демократия это возможность выбирать. Для Франции, для Запада это демократические ценности. Но свадьба для геи это демократические ценности, поэтому будете принять этот закон. Давайте немножко под конец беседы поговорим о культуре. Вот для нас, тех, кто еще застал Советский Союз, Франция, прежде всего запоминалась это переводная литература, классика литературы, как тот же Дюма, Гюго, Аннареды Бальзак, что еще, я помню, школьную программу, что-то читал. А что ближе было народу, это французские фильмы, которые в Советском Союзе были всегда, крутились по телевидению, практически каждую неделю показывали французский фильм, французские актеры, Жан-Поль Бельмондо был вообще героем для кумира всех женщин. французский к сожалению, в последнее время затмил Голливуд, культурный обмен с Францией как-то отошел куда-то. Но сейчас большинство французских производств это комедия, это всегда то же самое, это постоянная история гомосексуальной, лесбии, это вообще неинтересно. Я не смотрю французский это безинтересно. А какие российские или советские фильмы вам запомнились так, что вы наверняка пересмотрите когда-нибудь еще раз или уже пересматривали? Знаете, есть много фильмов, которые мне нравятся, которые касаются периода перестройки и России с начала 90-го года. А там разве было много хороших фильмов? Например, «Интердевушка», для меня это очень интереснее, потому что это время, которое я не знал и сложно представлять фазу транзиции между одним миром и другим. Или который показывает жизнь во время Советского Союза. Потому что это ужасный период в 20-30-м году, мы это знаем. Но после Второй мировой войны, который показывает, что люди здесь тоже жили. Потому что у нас тогда был такой имидж, что все грозно, плохо, солнце никогда, только гуляги. Например, если смотрите вокзал на двоих, например, это прекрасная история о любовь. Например, есть хороший момент по поводу черной рынки, вокзал на двоих. это достаточно значительное, что советские кино мечтали, что это закрыто общество, что критика невозможна, но они не скрывают, что есть черные рынки в России. Народная любовь это фильм Брат один и Брат два. А как с вашей точки зрения? Иностранец сможет понять этот фильм? Сложно. Сложно? Это сложно. Это сложно. Мне кажется, что да, и плюс надо знать Россию двадцать лет назад, чтобы понимать. Даже я прошу, сейчас покажите родой русский, брат один, брат два, специальный брат один. Что за это когда было? Объясните, что это было двадцать лет назад? Да, это строили новое общество. Да, есть кино, которое последний вопрос, нам пора завершать нашу передачу. Вы не чувствуете себя здесь от уровня, от родины? Вот я пришел на мероприятие, которое вы организовали в французский культурный центр, и там было довольно много людей пришло для политической лекции. Наверное, на культурные мероприятия приходит вообще очень много людей и французов, которые живут здесь и людей, которые знают французский. То есть у вас есть с кем общаться ваши соотечественники из Франции? Да, да, да. Сначала у нас структура здесь, например, французские, русские торговые палаты. Это бизнесмен, французские, сказать, что я это структура, где я часто нахожусь. Когда вы меня слушали, я там был. И есть такие структуры, плюс у нас скоро выбор, поэтому очень много говорим. Знаете, что французы говорят о политике, и всегда есть возможность. Я тоже обсуждаю с русскими людьми институтом. То есть у вас проходят какие-то мероприятия, вы встречаетесь с другими французами, есть общение на родном языке? Да, да, конечно. Специально сейчас, потому что у нас выбор через три дня. А много вообще французов живет в Москве? Четыре тысяча. Наверное, для Москвы это для одного города немало, да? Да, но есть другие. Больше немцев есть. Немцев больше. Да, очень активный, французский бизнес достаточно активный в России. Даже санкциями мы держим. На этой ноте мы закончим нашу беседу, мы ограничены временными рамками. Мне было очень интересно, надеюсь, что нашим зрителям тоже было интересно. И подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками, раз в неделю они выходят, и каждый день у нас, каждую неделю у нас будут новые интересные гости. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо вам. субтитры